Два избирательных участка остались без электричества. Именно по такой легенде в 6-м лицее прошли учения по обеспечению безаварийного электроснабжения избирательных участков. Их в учебном учреждении расположилось сразу два – 168-й и 169-й. Подобная ситуация в день выборов может обернуться настоящей катастрофой. Здравствуйте. Извините, вас беспокоит 6-я школа. У нас пропало напряжение на школу. Недалеко ведутся раскопки. Скорее всего, кабель порвали. Я основной резервный. Просим прислать дизель-генератор для подачи напряжения на школу. Все как в реальности. Абсолютно темные коридоры, поиск электрощитовой и напряженное ожидание помощи. Аварийная служба приехала довольно быстро. За подсоединением кабеля дело также не встало. Электроснабжение удалось возобновить примерно через 20 минут с момента отключения. Ситуация реальна, но я надеюсь, что на практике мы с ней не столкнемся и голосование пройдет в штатном режиме без всяких эксцессов. Но мы должны быть готовы. И тренировка призвана обеспечить готовность сетевых организаций. Результаты учений специалисты администрации признали удовлетворительными. Руководство школы уверяет, других и быть не могло. Подготовку избирательных участков начали пару недель назад. В техническом плане почти все готово. Оснащение в полном объеме. Установлено видеонаблюдение. Имеется компьютерная техника для приема заявлений от граждан с целью зарегистрироваться на участке. Нас проинформировали, что в тестовом режиме иногда камеры работают. Они у нас целиком и полностью подключены. Оборудование есть. Теперь в лицее останется только установить рамку металлоискатель. И к выборам готовы. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.